девочки всем большой большой привет сегодня будет новая брошечка пока я не убрала все желтые материалы которые использовала для предыдущей брошки сделаю еще одну ну вот осень такая осень это будет тыковка вот такая симпатичная нашла картинку в интернете не всякое мне там понравилось а вот приглянулась именно такая она посмотрите немножко асимметричная здесь тыква как будто бы настоящая как буржевая вырезаю картинку беру тот же фетр жесткий и перевожу рисунок перевожу внутренние линии начинаю как обычно скани теле у меня одна миллиметровая коричневая с бронзовым оттенком немножко растягиваю чтобы она хорошо укладывалась и начинаю пришивать аккуратно выгибаю канитель стараясь сделать изгибы максимально натуральными и чтобы линии все были плавные просто вот так вот тяну канитель и она сама в общем-то выгибается так как мне нужно делаю черенок много получается железа здесь канители но так как я ее очень люблю поэтому ничего не имею против здесь я немножко раскрасила как должно оно быть где посветлее где потемнее и уже исходя из этого буду выкладывать следующим образом материалы начну с оранжевые стразовые цепочки и буду класть ее вот сюда самое нелюбимое в пришивание стразовой ленты у меня это фиксация концов и и потому что все время либо рвется мононить либо никак не хочет зацепляться она за лапку а в остальном конечно это просто чудесный материал кстати в этот раз заказала цепочку в бобинах по 5 ярдов не стала скромничать поняла что она уходит очень очень быстро цена на алиэкспресс очень классная то что-то в районе мне кажется 200 рублей за 5 ярдов но как все придет я обязательно сниму распаковку и все ссылочки тоже оставлю вот таким образом я выложила стразовую цепочку и теперь добавлю еще немного а бисера оранжевого с серебряной сердцевиной по цвету очень похожим на вот этот глубокий оранжевый цвет и также добавлю бисер вот сюда я ориентируюсь на вот этот свой рисунок а вот эти все цвета я соответственно срисовала с картинки в интернете удобно брать картинку именно в цвете они в черном белом варианте потому что там уже художники все за нас сделали особенно это удобно для людей которые художники от слова хода как я например мне сложно было бы расставить все тени и полутени а на рисунке это уже все есть я просто повторяю то что сделал автор соответственно делаю это бисером далее буду добавлять вот такой цвет светло оранжевый вот тут тоже буду класть оранжевый цвет помечу карандашка чтобы не потерять это место вот так чтобы не было четкой границы между ярко-оранжевым и оранжевым посветлее я вот сюда вот в центр еще пришью оранжевый блестящий для того чтобы мой любимый ингредиент сделать вот так получилось и далее добавляю еще более светлый оттенок бисера вот такой и желтоватый и еще более бледный желтый пойдет вот сюда прям на самые самые блики сначала я основные блики прорисую карандашом опять же руководствуясь рисунком вот на этот блик я положу вот такую капельку в бледно-желтом цвете желтый цвет ввожу постепенно разбавляя его более темным оранжевым чтобы не было четких линий и границ клеем кристаллик и обязательно его пришиваю ну а осталось совсем немножечко ну готова тыковка все очень так простенько я так думаю что тема с беспорядочно пришитым бисером раскрыта полностью осталось мне листочек и черенок сделать черенок буду делать мягкой канителью в бронзовом оттенке нарезаю ее на мелкие кусочки нанизываю как стеклярус и пришиваю так чтобы немножечко она была выпуклой ввожу иглу между вот этих двух рядов и вот такой вот эффект получается интересное наложение в листик я добавлю стразовую цепочку тоже для поддержания вот этой цепочки потому что немножечко она все-таки выделяется за счет того что основа у нее серебряная а здесь все такое более бронзовое а сюда пришью бисер с серебряной сердцевиной зеленый и в продолжении темы градиента вот на эту часть листочку положу бисер чуть-чуть потемнее но обратите внимание что потом тот же самый теплый не холодный не измрудный потому что мне лично не очень нравится когда в одном украшении или где-то рядом находятся и теплые и холодные оттенки зеленого и сразу сделаю что-то интересненькое то что украшает тыковку что-то похоже я делала брошки винограде вот такой пин я беру подходящий по цвету также мне понадобится трунцал надеваю трунцал на штифт и сгибаю его в спиральку вот такая вот получилось загибульку вырезаю теперь вышивку сразу же пришью вот этот завиток дальше все делаю как обычно перевожу рисунок на фетр для того чтобы сделать тыльную сторону а также уплотняю картоном также буду использовать застежку в золотом оттенке приклеиваю ее на супер клей момент обрабатывать край буду американским способом и вот таким бисером он полупрозрачные коричневатый я не хочу слишком много внимания чтобы уделялось обработке поэтому не буду использовать блестящие коричневые хотя он у меня тоже есть вот из этой же серии остановлюсь вот на таком простеньком варианте ну что готова моя брошечка вот так она выглядит очень очень легко она делается быстро за счет своего миниатюрного размера и нехитрой техники пришивания бисера размер я укажу внизу в инфобоксе заглядывайте и посмотрите как классно смотрятся они в паре очень так по осеннему весело задорно и сейчас я еще примерю на себя ну и ребята показываю брошки на себе насыпела обе наверное многовато но за то что так очень хорошо передается настроение октябрьская вообще у нас погода классная кстати за окном солнечно тепло и сухо поэтому желаю я и вам чтобы в вашем месте где вы находитесь тоже была отличная погода если она не такая то пусть солнышко светит вам изнутри и у вас будет отличное настроение и всего вам самого-самого доброго спасибо большое за внимание если понравилось вам то что у меня получилось то пожалуйста поддержите меня пальчиком вверх мне будет очень очень приятно я буду вам очень благодарна и признательна все всем пока пока до скорой встречи покалов неизвестны быстро шли к дну шумных местах искали те с кем полюбим тишину